Всем доброго утра, ребят! И, как обычно, вышел стрим, да? Они делали битвы на арене, там кого-то клеймили. Я вчера вечерком зашёл, в час ночи глянул, так чисто, ну, реально, секунд 12. Мне не очень зашло, ну, потому что очень хотел спать. Но сейчас я вроде выспался, скачал, сейчас будем смотреть, что за хуйня вообще здесь происходило. Я скачал обрезанный ролик, чтобы не было паузы, не пришлось мотать. В общем, тут чисто уже геймплей получается. Сейчас он будет просить у зрителей, чтобы мы выбирали, ну, кто был на стриме, мог проголосовать за того, чтобы можно было выбрать шпиона. ну, отдельного, которого вы хотите. Бля, нихуя себе. Лето, ну, вроде конец лета, а тянка в ботинках. Это какая-то специальная мода у женщин, да? Никогда их не понимал вообще. А пока они параллельно играют, бля, это что ж такое? Ну, пока они параллельно играют, хотел бы поговорить о интересной вещи. Вот, допустим, вот вышел стрим, да? Вот этот, который я сейчас снимаю. И самое интересное, что один чувак заливает, а все остальные тупо даже названия копируют. Вот просто прикиньте. То есть все остальные пользователи, то есть тупо копируют названия вообще. То есть там типа Орк, Баттл, Питчис, вся хуйня. И все остальные я смотрел в списке, тупо такое же название. Какого хуя вы делаете? Это же вау. О, это же этот, Дедай. Дедай, который нас спас в самом первом геймплее. Помните? Типа выстрелил в голову. О, нихуя себе прикольно. Immune execution. Last stand. Power shot, explosion. О, да, все, он победит любого капитана. Ну, не считая щитовика. Щитовика я как бы не учитываю. Сегодня у нас ну, давайте так скажем праздник. сегодня я хотя нет, давайте лучше в конце, чтобы просто не портить всю эту шалупуня, то я знаю некоторых пользователей сразу откроют ссылки, полезут все это делать. В принципе, ролик будут смотреть потом, мне так нельзя. то есть, короче, в этом стриме по сути выбирали люди, кого и кому подсылать. Хотя там по сути только одни лоха и кроме одного вождя. мне знаете, что больше нравится, что вот я не понимаю, я смотрел свою статистику, меня это вообще по сути не парит, но самое обидное, вот мой канал, мой контент базируется на ну ну как сказать, базируется, да, предпочтительно для русских пользователей, то есть, чтобы меня смотрели русские. А так получается, что у меня 33% это америкосы, то есть, как это вообще получается? То есть, у меня, вот допустим, берем любое видео, да, там чисто можно даже промониторить, берете берете допустим, один ролик, там было 3К, да, по-моему, то есть, 3К просмотров, и потом берете этот же ролик, тупо этот же ролик, но в американском, ну, как бы, контенте, и там, блядь, 12К, то есть, вы понимаете, как там, как бы, зрителей больше, я понимаю, что это, типа, востребование, вся хуйня, может, там народ интересуется больше, у нас им похуй, но сама, сама, блядь, как вам объяснить, не чувства, да, вот, как это происходит, то есть, пиздец, то есть, у нас народ вообще, что ли, не смотрит никакие игры, кроме, я не знаю, Иван Гая, там, я не понимаю, что у нас вообще люди смотрят на русском, ютубе, чё, чё, там, Украина, там, бомбит Сирию, или, или чё-то такое, я просто не понимаю, what the fuck, что происходит? Ну, блин, я даже не знаю, я даже как-то не знаю, не знаю, мне это по сути плевать, у меня организовалось, я уже просто собрал вокруг себя группу сторонников, поэтому мне как бы плевать, мне и так отлично, я, сама суть того, что я уже кому-то, ну, так сказать, в кавычках нужен, да, кому-то интересно, кто-то ждёт, это уже очень-очень много стоит, дорого, очень дорого это стоит, ребят, так что, ну, вообще плевать, сколько, какие количество, но сама, сам факт того, что у них народ интересуется и смотрит больше, это, ну, как-то, ну, ну, как-то, ну, я не знаю, это как-то неправильно, что ли, не, хотя у них вроде, ну, конечно, народу больше, и делать нехуй, типа, страна же больше развития, там, все страдают хуйней, поэтому, вот так вот, мне даже кажется иногда, что в последних стримах они, они просто играют в свою игру, то есть, смотрите, сейчас они сидят, они играют в свою игру, то есть, пиздец, то есть, она уже, по сути, готова, если они в неё играют, Мы истинная сила черного пламени Бля, два олахаев Всегда хотел посмотреть На, на В смысле, какого хера он его прованшотил? Что? Как это произошло? Мародер танк Он подбегает На, и все, блядь У него... Чего? О, то есть он его не застанил, хотя стрелял На тебе, блядь, на, на Сейчас будет добивание, потому что у него уже больше нет хп Хотя он в ярости Ёбаный, что это сейчас произошло? Боже Покажите его скиллы, потому что, блядь, это... О, 7 уровней, ничего себе Проебашился Ну, он же, типа, 40-го, они должны быть Если Талион, типа, 40-го, то они быстро качаются Если хотя бы один на карте есть уру, который превышает других по силе Другие все будут получать больше уровней при Всяких заданиях, чтобы они его догоняли и не сильно отставали Вот в чем фичка Кстати, нужно будет с вами обсудить еще один вопрос Я что-то запутался Смотрите, произошла такая ситуация, пока вот на фоне идет вся вот эта шелупонь Произошла одна вещь, я, короче, разбил Ну, как разбил, я чисто уронил ее случайно Ну, я проходил мимо и провод зацепил И у меня упала, короче, консоль В общем, ну, она светится синим, то есть, получается Я гуглил, знаете, что это уже джи Хана ей, короче То есть, и на экране ничего просто не появляется То есть, сама консоль запускается, но на вывод она ничего не дает Поэтому у меня к вам охуенный вопрос Смотрите, деньги есть Бабки не проблема вообще Так что забудьте Смотрите, есть возможность купить или консоль Ту же самую, вообще, похуй, БУ в любом состоянии Она нормальная, я не жалуюсь Или же купить GTX хотя бы 970, да Ну, примерно такую Ну, на комп Просто у меня процессор, я его скину в описании Вот, посмотрите Ну, я не думаю, что он способен разогнать GTX 970 До своего пика, до самого сока Поэтому Просто я же собираюсь Ну, ладно бы, если бы я собирался просто играть, да Тогда бы ладно То есть, купил видюху и забыл вообще А я же хотя бы собираюсь записывать То есть, какое-то прохождение Какие-то гайды, стримы по Shadow of War Поэтому Ну, как бы, нужен заебатый проц Но проц у меня не сильно заебатый И поэтому У меня сомнения такие То есть, потянет ли, потянет ли, разгонит ли Вот я и думаю, что лучше взять Ну, после того, как вы посмотрите на проц Или же Видеокарту, или же консоль Опять Я просто хочу узнать ваше мнение Просто вот Если у вас есть кто-то в этом разбирается Нихуя здесь капитанов А, это ловушки Я вспомнил Тот ловушки бросил Этот ловушки бросил Капец, они крысы вообще Сейчас он его казнит, да Хана тебе, бро Вот так тебе Красиво! Прям глотку, блядь! Вау! Неплохо, 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 да Хоть это и ворона, но, блядь, битва была довольно прикольной Стопа, а че он красным? Это декой А, лол, это Это приманка А приманки не пропадают? А вот, все пропало вообще Так вот, кстати Смотрел я заграничные ролики Мне так интересно нравится, как они Берут видео Смотрите, допустим С помощью Георгия Я одним из первых залил на ютуб Битву с первым Назгулом Точнее, первый вообще на ютубе Даже гейминформер свое видео Не удушил Не умудрился залить И я такой, типа, заливаю А потом Тупо все берут Ту же хуйню Вот один ставит название И все другие у него тупо копируют Это как это происходит? То есть Ладно бы я там, да То есть, какой-то обзор Какую-то озвучку Какой-то ревью Даю к видосу Вся хуйня Но Как работают америкосы? Они берут видео Они побресают, чтобы там не было палевно Да, вся хуйня Но Они просто дают Один из них додумывается Какое-то название дать видео А все остальные Тупо копируют То есть, они даже не пытаются что-то менять Они просто тупо копируют И все Я такой смотрю Бля Ёб твою мать Это просто пиздец Ну просто откройте Действительно Я так угорал сегодня с утра Когда я увидел Я вот собираюсь Я открыл уже видео Открыл бандикам Все хуйня Микрофон подключил Настроил Открываю YouTube Просто проверить Нет ли комментариев На которые нужно ответить И И что я вижу Какую картину Один ролик написан Типа вот самом внизу Да А сверху тупо все одинаково И так ниже И я такой Бля Что за хуйня О, кстати Сейчас будет сражаться Ассасин Против Не помню кто Этот Дефмангер Мародер Кто-то Но Ассасин победит Тут Тут Бесспорно должно быть Разве нет А, он Трикстер Не, так он Ассасин Тут без шансов Вообще Он же уворачивается Как крыса Вообще Нихрена Вообще Видели? Ого Он как слайдит По земле Он бежит Он Он бежит И бля У него колесики Бля Такой хуяк Блин Ничего себе Блин Ассасин Это просто Нечто Убивай каравора Сзади тебя в спину Блядь Глянь Глянь Что творит Просто Глянь У вороты У вороты На тебе Ой Сейчас будет Ой 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 Он не убьет Этим ваншотом Как в первой части Нет Не убьет Чуть-чуть хп сняло Неа Они уворачиваются Вау Блок Подожди Почему ассасина Недомажит Ты почему не умираешь Четы включили Вот смотри Вроде у него Влетает меч На домах Вообще Минимальный Вообще Просто Да господи Хватит Уворачиваться Ударь его Хотя бы Хоть раз Он тебя сейчас Завалит Такими темпами Такими темпами Они говорят Почему Талион Не может вмешаться В бой Потому что Ну они говорят Почему Талион Не может вмешаться В бой Потому что Ну действительно Какой тупой Человек Не додумался Он Так сказать Доводит То что Как бы Он достоин Доказывает То что Он достоин Служить У вождя На службе И если Талион Придет Сами подумайте Какая-то крыса Убежит И скажет Ой фу Он недостоин Вся хуйня Его не возьмут Ну это же очевидно Блять Да хватит Уворачиваться Ударь его хотя бы Блять Ты можешь умереть Я даже боюсь На самом деле Хотя ты не сможешь Сдохнуть У тебя хп все равно Больше Но Но ассасин Вот этот Именно Вот почему В него влетает А он так не может Так захватывать И делать Карагор помогает Конечно Он с крысы Где-то там Атакует Вообще Вот смотри Блять Я не понимаю Логики Но уворачивается Он конечно Тут вообще без вопросов Просто Идеальный Сейчас Карагор Опять наверное Атакует Опять Это одна И та же Анимация То есть Он пытается Его ударить А Аааа И он блокирует Бля Сейчас убьют Нашего ассасина Пиздец Вот это стыдоба Карагор Блять Если сейчас Карагор не поможет А он не поможет То будет Джи Уворачивайся У тебя единственный вариант Просто уворачивайся До конца времени Будет ничья И все Уворачивайся Я тебя умоляю Просто Все Джи Ёпта И голову раздавил Ну круто Че Это из-за того Что он просто С двумя оружиями Вот и все Он мог блокировать И атаковать А наш только Блокировать Это нечестно Хрень Я не дооценил тебя А почему Когда они отступают Они не светятся зелеными Хотя было бы Вполне логично Что ему Ну Блокировать Так Так Это действительно Интересно И я повторю Это еще Он был уже Спой Он был уже Бодигард О, извините Он был уже Бодигард Для другой Типа Он уже Телохранитель Поэтому Если вы хотите Битву на Пите Вам придется Приказать ему Вступить в службу К другому вождю Печально Но Ассасин Был лучшим Конечно Но вот этот Дэдай Конечно Это Че-то с чем-то Эксплозив Душоп Сахуня Ни хера себе Ни хера себе Типа нужно Нужно его приручить По фастам Телепорт какой-то Не хер Не хер Не хер Иван Пиздец, конечно. Что? А, ну да, 4 же, ну, конечно. Но я видел, как она начинает лететь как призрак. Ну, я имею ввиду, телепортироваться со скоростью света и лететь. За такое время нельзя было пробежать полторы тысячи метров, футов. Это нельзя было. И я видел, что она начинает читерить, поэтому нельзя, нельзя. Он танк. Ни хрена. Вармонгер танк плюс щитовик. Шансов, конечно, у него очень мало. Но... Я буду гибким, поэтому убью тебя тоже. Че он вошел в Вингейдж? Серьезно? От ранения? Ого. Вот это хорошая ярость. Падла. Ну, слабости. Плюс командир, бисслейер. А че у него за три способности там было? Ярость? Брутал? Брутал что-то. Та ответа на том, что есть пинцы в каждой регионе. Рейн-аун стреляет. Заряжает и стреляет, 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 стреляет. Как с пулемета. Давайте увидим. Может быть у нас есть вопросы на стриме. В инфинити комплексе я буду отвечать в вопросы о любом стриме и у меня просто сжать. Он должен быть broken, но он engaged. Надо ярость чтоб закончилась, она вообще закончится, надо его просто не бить. Вот падла. Всё, он broken. Но он сейчас опять ярость, а ну можно так, я ж не знал что у неё все скиллы уже. Бодигарды ведут его в засаду. Ну правильно он говорит, что если у тебя есть много бодигардов, то они будут создавать те миссии, чтобы убить своего хозяина. А они станут потом на место вождя или же нет? Мне просто интересно, можно внедрить его во вражескую игре после его типа ВОЧИФа, но это было бы очень интересно. Сейчас опять читай, читай. Таллинн Страйк и всё, не парься, ну вот. Где оно, внизу где-то? Ничего себе засада. Ну их трое, а он один, чё он сделает? Плюс там у лохаи, который каким-то образом ваншотнул другого у лохаи. Да, сейчас они развернутся и треснут тебе по голове. Бейте его. Ни хрена он дамажит, блин, убейте его, вас там трое, атакуйте его, блядь. Ну я вижу бомбы станет только у руков, а лохаев они не особо умеют. О, всё, он вошёл в Вингейдж, сейчас будет весело. Он же шатронением входит в Вингейдж. Типа, обратить орков против своего мастера это низко. Типа, почему я не думаю они и там они сидят как бы, поэтому в комментарии субтитры точнее не видно, поэтому обидно. Ну убейте же его. О, ништяк. Блядь, сапёра, ни хуя. Себе. Что происходит? Ярость от смертельных ранений. Убейте его, он ваншотный, блядь. Всё, пошла анимация. На тебе. Сейчас он ему голову. Нихуя себе. Треснул его дубиной и всё. И не выёбывайся. А кто стал вождём? То есть, никто, да? Ну мы знаем, что если убиваешь вождя, то он отключает свой баф. Но нельзя стать же, да, наверное, вождём? Ну да, я не вижу, чтобы у кого-то вообще ячейка появилась такая. Жалко, жалко. У них будут стримы, когда они что-то будут делать с оверлордом. Чего? А, они будут делать стримы, чтобы мы поняли, как это работает? То есть, как они распознают шпионов? То есть, те, кто были шпионами, они же уже перестали ими быть, потому что, ну как бы, они убили своего хозяина. То есть, можно всё-таки... Подожди, но там же никого нету. То есть, он пытается... Типа, они дерутся за место вождя, я уже понимаю, да? Ну, потому что там никого нету, посмотрите, там мёртвый труп лежит. О, лол. Человек скинул мне ссылку на это видео. Не, ну, в принципе, конечно, он же не знал, снимаю ли я, или сплю, или гуляю где-то. Ну, ладно, ладно. Ну, я не такой тупой, чтобы пропустить запись стрима, правильно? Я ещё вчера его видел. Охота на Грауга и вент нихуя себе. Да, точно. В факте, это... А, в действии, это... А, в действии, это... В действии, они готовы, чтобы им вредить, когда ты вошёл к ним. И в войну, они там просто стоят, и он также бросит холл в стену. Ну, тут написано, что он станет, ну, ячейка, что он, походу, станет вождём. Ну, я думаю, что наш капитан, или кто победит, он станет вождём. Потому что там труп. Ну, как вы понимаете, да? То есть, трупы не могут быть... Вау! Машин диздро... Блин, его рука! Ну, правда, он сражается против суперимбового телепортера, у которого куча ловушек. Вы видели? У него механическая рука. Он сейчас будет опять телепортироваться, и при ударе... при ударе тупо телепортироваться за спину и крысить. Смотрите, просто какой дамах от сорокового левела. Он сейчас телепортнётся и резанёт его. Всё, и сейчас будет добивалка. Ну, конечно, сороковый уровень, что вы хотели? Он сейчас ему опять в горло вставят своё копьё и просто... Пффф! Оторвёт нахрен её! Жалко, конечно, механическая рука была такая довольно... Прикольная. Ну, и чё, он, типа, стал... Ну, почему спай? Ну, пишется, что спай, но он же должен быть вождём. Он не должен быть шпионом, он должен быть, типа, вождём-шпионом. Вот, вот, правильно, вот! Там даже на карте теперь ячейка вождя. А ну-ка, 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 я был прав, это по-любому моя теория правильная. Да! Я Господь! Всё, всё, всё шикарно! Теперь... Теперь я просто знаю, что я буду делать. Я буду... Буду вселять своих вождей... Ну, как бы... Ну, да, буду делать своих вождей в крепости, а потом, когда буду её атаковать, это будет очень фан! На точке сразу будет мой вождь, и он сразу будет её захватывать. Это будет очень весело. Я представляю... О! Если ты прикажешь этому фолловеру убить вождя, они будут драться на Пите. Победа или проигрыш, твой последователь, короче, откроет себя как шпион и не сможет саботировать Форд. Ты хочешь это сделать или нет? Ну, да, да, они же раскроют нихуя себе... Хотя, блин, в смысле, уроки же дерутся за бой. Почему вражеский вождь, ну, типа, если нападёт за силу... Хотя они же, типа... Не, ну, сами посудите, они же сами говорили, что уроки постоянно дерутся за силу, и это постоянно происходит. Так почему это так удивительно, что вождь нападёт на другого вождя? Хотя это приближённые к оверлорду, поэтому они не дерутся, то есть они за друг дружку стоят, я так понял, да? А можно на оверлорду скрысить? Блядь, столько возможностей, я хочу... Я хочу поиграть, я хочу поиграть. Битва на Пите? Давай посмотрим. Ну, блин, он сороковый уровень, чё ему сделают? У него очень много хп, и... Блядь, Талиан Страйк, давай, давай. Неплохой способ перемещения очень даже, вот эта хуйня. Вот это хорошо, это хорошо. Спасибо за просмотр. Блин, лол. Тридцать восьмой, бля, бля, плюс он командир. Ну, ничего, наш же телепортируется, да? Будем надеяться, что... Хотя это у лоха, и у него больше хп, и больше сила, блядь, вот потно же, ну пиздец. Ну, давайте будем надеяться на то, что... Что он выживет. Что он выживет. Типа, это твоя последняя битва, и это, где ты будешь вознагражден за свою наглость. За светлым властелином следует много орков, больше, чем ты думаешь. И они сходятся со всех, ну, отовсюду, чтобы охотиться на таких мразей, как ты. Вау! В смысле? For the Bright Lord! И такой, в крысу ему в ногу. Стоп, а че Талиан пришел? Я не понял. Помогите ему победить. А зачем? Погодите, а зачем? Подождите, а зачем ему помогать? Я думал, это чисто битва. Что, он сдох? А, это, блядь, ловушки умирают. А я думал, это... Уже Хоглик отъехал, ничего себе. Уже Хоглик отъехал. Уже Хоглик отъехал. Уже Хоглик. Десятый уровень, че ты вообще хочешь? Че ты здесь забыл? Тебя щас сольют ваншотом, задним захватом и все. Блин, ловушки умирают, хуёво. Тут пати на пати просто. Только почему вышел Талиан? Я думал, это будет действительно битва только между вождем и как бы нашим вождем, но... Блядь, ну десятый уровень, че тебе здесь надо? Иди домой, блядь. Че происходит? Опять умер, да. Ловушка опять умерла. Сейчас по фасту сольем этого десятого левела и он умрет. Там еще десятый уровень, тут все десятые уровни. Откуда вы вообще взялись, блядь? Бесполезный мусор. Просто... О, и там Потс убежал, еще один. Тут еще десятый левел, блядь. Типа, входит в ярость от страхов, от того, что кто-то в страхе. Да, это, конечно, пиздец. Я надеюсь, что наши тридцать третья, блядь, и сороковые замочат спокойно этого лохая, который, по сути... О, его казнили, ему голову отрубили. А он вошел в ярость от того, что мы убили его бедненького бодигарда. Ничего страшного. Одни меньше, одни больше. Блядь, сейчас казнят нашего... А, нет, он просто в бледаут упал. Когда же ты, сука, сдохнешь, мразь? Я вижу, это вопрос. Он кого-то клеймит, блядь, помочь. Куда убежал наш вождь? Чё за хуйня? Он где-то в углу стоит, вообще там крысит, просто реально. Не, ты не убежишь, даже не надеясь. Мой. Ничего страшного. Хорошо, мы победим. Питч-дравил, хотя... Это потому что он пытается убить... Сейчас его можно захватить или убить его вообще. Хорошо. Краунгкан. Где он? Краунгкан. Как бежит, а? Нихуя себе. Итак, вот этот... Краунгкан, который мы играем, это вообще паффс демо. Так что вы, которые вы играете, будет разнообразным, а у нас будет больше опт-дейтов. Правда. Хорошо. Поговорим, мы можем... Поговорим его или шеймить? Я не думаю, что он крутой, но, в общем, мы можем все сплитчать. Он не предупреждал, чтобы нам выглядеть хорошо. Да. Мы не об этом. Мы видим шейм, что он появился. Я просто смотрю на чат, и посмотрю, что вы говорите. Поверите его просто. Поверите его просто. Шейм, конечно, но... Блин, я не хочу его проручать. О, нет! О, боже! Он так сплит. Хорошо, пойдем дальше. Поверите его. Поверите его просто. Говорите, мы сделаем скрытку. Спонтанно. Хорошо, чтобы вы... Ох, я хочу, чтобы мы постоянно полноценимы скрытку. О, вот это вот. Хорошо. Так что мы... Ну давай посмотрим, что в голосовании А там не пишутся проценты, должно же писаться Ну, там должно писаться проценты, которые в голосовании происходят Рефрэш, рекрута, рекрута, это почти 50% Окей, сделаем его нашим партнером Это правда И в итоге все свелось к тому, что мы приручили уродов Наши капитаны разбежались У них нету двух вождей Можно сделать двух вождей на своей стороне, пиздец То есть двух вояк на точке Точнее, две точки можно сразу захватить инста просто Инста А че он сразу так посидел? Посидел от чего? Или он и был с седым, то нет, вроде нет Вроде он был с цветом, а тут он уже седой Покажите его скиллы, и че вы только показываете вот эти слабости, блять Спрашивают, могут ли орки, ну типа, перерасти свой страх Говорят, да, типа, если будут, типа, повышать уровень, типа, могут забывать, ну, могут, типа, забывать свой страх По-моему, если вы надеете на улице, если вы просто на улице А если вы снести всех орков, всех вождей говорит, можно будет просто пробежаться по крепости и захватить все точки. Гранты будут пытаться тебе там что-то сделать, но они не смогут. Ну да, разные, разные трайбы по-разному относятся к шпионированию. Я думаю, лучше это дарки и мистики, они как крысы, знаете, ну реально. Плюс не имеет разницы, все разные племена могут быть, то есть все племена могут быть шпионами, то есть это еще и не ограничивает их. Может быть, он infiltрировал, а потом в архиве спееки начали делать с ним. Они стали чувствовать, как они получили плохое правило. Мы имеем вопрос о двоих полагетах. Которые два полагетах, я не думаю, что это не так. Двойных агентов нет, то есть и тем и тем служить не могут. Ага, то есть вот эти квадратики это не ходы. Я правильно говорил это ходы, но это ходы нисколько он может вообще ходить на карте, то есть типа устал, не устал. Это ячейки, которые означают сколько пройдет типа времени, пока они сделают эту миссию типа в соло, без твоей помощи. Ну да, 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 это прикольно. Показывает хотя бы сколько они будут мучиться. В первой части не только один ход, сами играли здесь. Можно даже проследить сколько ходов нужно вражеским капитанам, то есть можно помешать таким способом, чтобы они не повышали свой левел. Ага, то есть они могут и убивать твоих шпионов, и могут захватывать их в плен, а потом тебе нужно убивать их в плен, а потом тебе нужно убивать их. Как обычно. Что будет если отправить шпиона типа против своего родного брата? Наверное он тебе предаст скорее всего, и останется с братухой. И я думаю, что у вас есть еще один из двух шпионов? И я думаю, что у вас есть еще один из двух шпионов? Да, да. Смотрите. Ой, блядь, не успела. Немножко. А это занимает стрелы или нет? Блин, немножко не хватило даже до этого. До изуверства и получить одну мощь. Блин, у него такая маска, типа челюсть, вся хуйня. О, так у него же еще свои бомжи, которые будут помогать ему. А он, блин, входит в ярость и будет убивать карагоров. Плюс он стреляет, как безбашенный. Не, он завалит его, конечно, и отрубит ему голову тупой деревяшкой. Это логика, ребят, это логика. Стреляй! Бля, бля, бля. Ну, против зверей он, да, он закален. Но щитовик может его убить, сука, щитовик же блокирует стрелы. Убивай его. Бля, бля, он оглушен. Ах ты, крыса. Пиздец. Он в ярость вошел. Нормально, нормально, сейчас, 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 сейчас все будет. Ну, кажется, все-таки он проиграет, блядь, ну, щитовик все-таки, ну. Как бы ты ни старался, в какой бы ты ярости, он, смотри, он просто стоит и блокирует твои атаки. А сам, сука, крыса пиздится. Ай, бля. А, он, наверное, в оглушении от этого, от того, что он из ярости выходит и устает. Да не, ему хана. Жалко, конечно, хороший был арбалетчик. Но против щитовика я говорил без шансов просто. А, ну да, его казнили. Ну, в принципе, все предельно понятно. Тут было вообще без шансов. В общем, и тут видос, в принципе, заканчивается. Да. Нужно пройтись по главной информации, то есть... Я оставлю в описании ссылку... Ну, не ссылку, да, название процессора, которое я хочу, чтобы вы просто посмотрели. Ну, если кто-то шарит, то... Чтобы оценили вообще, пойдет ли он в связке GTX 970. И ваши советы, то есть вообще любые, да, вот по поводу того, что лучше взять. Да, я прочитаю все, это точно. И, конечно же, на последок видео хотел вам показать свой дискорд. Он уже готов. Наш дискорд, да, он уже наш дискорд. Поэтому он пока простаивает. Здесь пара всего человек. Но надеюсь, с вашей поддержкой здесь будет уютно и комфортно переписываться, общаться с другими пользователями. Если вас интересует Shadow of War, Shadow of Mordor, Средиземье, я надеюсь, здесь появятся безбашенные фанаты Толкина и будут между собой там что-то общаться. Ну, вы поняли, да? Я хочу, ну, я вас при всех приглашаю. Ссылка в описании под видео. Заходите, буду ждать, буду стараться отвечать, стараться, не знаю, контролировать порядок. Пока здесь народу нет, пока здесь будет мало народу, будет доступно все, там ссылки. Ну, конечно же, если ссылки будут там на какой-то трэш, то я, наверное, его буду все-таки удалять. А так, ссылки, гифки, вообще все, что угодно. То есть, критика, может быть, какая-то, может быть, советы. То есть, вообще, абсолютно все. Можете даже здесь написать свои советы по поводу связки моего процессора и видеокарты. Я буду рад. То есть, не в комментарии, так сюда. Есть голосовой канал, если вы хотите поиграть в какую-то игрушку. То есть, ну, с этим еще нужно будет работать. То есть, я согласую, да, добавлю сюда каналы отдельные под каждую игру. Так что, вот, как-то так. Так что, ребят, приятного просмотра и всем удачи. Надеюсь на ваши советы, ответы, помощь. В общем, всем удачи.